всем привет други мои прямой эфир ну не восьмичасовой конечно ну чё ж поделаешь поздравляю вас всех сами знаете с чем они вы не знаете днем рождения ким ирсена великий вождь в этот день родился корея такая близко к нам страна граничит с нами практически все понимаете надо понимать сосед династия там правит уже ким ирсен ким чин ир ким чин и н и данных кимов там будет до нескончания веков или до скончания так денек сегодня неплохой посему это дает дополнительную мотивацию и настрой на тренировку всему еду в клуб конечно можно было побегать с этим на стадиончике больно хороша погода там стадиончик у меня как раз куда смотрю я вот ну ладно опустим сегодня тренировку в стадионе поедем сегодня позанимаемся в клуб тоже надо делать это дело я согласны со мной сейчас после того как прошли все у меня аттестации соревнования семинары в области боевых искусств да самое время начать или не начать а активно продолжить силовую функциональную физическую подготовку в усиленном темпе то есть это еще ничего не и не прекращалось но теперь можно жестко заняться и прокачкой рук и дельт особенно до груди потому что конечно когда выступаешь соревнованиях по ката крепатура после тренировочная не очень хорошо сказывается на этой теме кстати это к вопросу о том влияет ли силовой тренинг на скоростные показатели и так далее скоростные скоростные силовые показатели не мешает ли это в боевых искусствах не делает ли это неповоротливым там неловким и все такое прочее пять десятых вот ну об этом я на самом деле миллион раз наверное уже там отвечал различных подкастах в различных и видеороликах своих на канале на ю тубе везде где только не делал скажу не мешает да и то что сказал буквально за пять минут в ней за три минуты до этого идет не вы не идет а в разрез с тем что повторяю и сейчас я сейчас вам говорю если вы думаете чтобы и вы для боевых искусств силовая подготовка и как атлетичность помеха вспомните всех сомги боксеров обладающих атлетичностью и всех бойцов мм и у которых это тоже сомги присутствует но вспомнить того же майка тайсон с огромной скоростью с большой мышечной массой с огромной скоростью мешало ему это нет не мешало не потому что он ну туникум такой таких на самом деле дофига вот просто наряду вместе с силовым сам тренингом нужно обязательно сам тренировать и взрывные скоростно силовые показатели конечно если заниматься одним только силовым сомги тренингом то безусловно динамический стереотип который позволяет развивать максимальную силу на определенной скорости движения и будет вести к тому что все движения по подобной траектории будут идти с подобной внутримышечной и межмышечной координации и соответственно сила будет развиваться большая но в медленном плавном движении они движение на взрыв поэтому если не хочется потерять скоростные показатели при занятии с тяжелой физической подготовкой все очень просто нужно просто на наряду с этим заниматься боевыми нормальным реальным на своем режиме а также выполнять упражнения на взрыв на скорость на выносливость и так далее ничего не потеряете тогда а силовые критерии приобретете дополнительно вот и все все очень просто почему же непосредственно перед соревнованиями не стоит но я объяснил если мы смотрим во времени ну пролонгированно то в общем на протяжении длительного промежутка времени если мы рассматриваем не влияет на скорость силовая подготовка но непосредственно после того как вы позанимались сам силовым заме тренингом то та группа мышц которую вы прорабатывали она конечно в полном адекватном режиме работать в ближайшее время не может потому что в ней идут сам и процессы компенсации и супер компенсации вот это важно то есть если вы потренировали и сегодня руки предположим очень плотно с утра то сразу после тренировки вы конечно боксировать нормально не сможете они у вас просто подниматься толком не будут они у вас просто будут уставшие к вечеру они не восстановятся полностью на следующий день если вы работаете по тренингу такому что у вас одна мышечная группа работает предположим раз там за неделю или два раза за неделю у вас обязательно мышцы забьются и выработается кислота молочная которая из-за болевого синдрома не даст вам работать четко быстро жестко и на взрыв понимаете до концу недели все становится и без проблем но к тому времени у вас уже вы поработаете и дельты поработаете спину и все они пройдут такой же точно путь во время же поединка ответственного боя на соревнованиях вам нужны все группы мышц в идеально расслабленном подготовленном хорошем состоянии именно поэтому всегда когда проводились какие-то и проводятся какие-то сборы подготовка к соревнованиям нагрузка идет активно на протяжении месяца до соревнований или даже больше а непосредственно перед соревнованиями делается отдых и не в один день а как правило в несколько даже дней а для того чтобы на супер компенсации все мышцы восстановились чтобы они набрали нормально гликогена напитались нормальным количеством жидкости то есть чтобы у них была хорошая выносливость хорошая взрывная реакция чтобы они восстановили волокна мышечные которые микронадрывы произошли то есть все чтобы было чики-пики вот и поэтому конечно перед ответственными какими-то мероприятиями когда у вас ответственный старт какой-то нужно обязательно восстановиться и в связи с этим надо прекратить любой интенсивный тренинг любой не только силовой а и на выносливость предположим если вы там собираетесь завтра там провести несколько боев в рамках какого-то соревнования или выступить по ката было бы крайне глупо пробежать полумарафон ну или даже десятку это неправильно было бы совершенно зачем утомлять мышцы накануне ответственной самой работы это надо было делать раньше раньше готовить их а непосредственно перед ответственной темой нужно дать им отдохнуть вот такая фишка ребят поэтому и делал я этот перерыв а так как у меня следовало одно мероприятие за другим то есть сначала это было семинар, который в рамках подготовки к аттестации в том числе проходил потом аттестация, потом соревнования, потом другой семинар на котором я еще и вел кроме всего прочего то есть не только был как участник семинара ну и как ведущий этого семинара ну и вот такие пироги и вот теперь сейчас, когда этот этап закончен, этот цикл настало время активно-активно взяться и зарубиться в интенсивный физический сам тренинг с бегом я уже начал по полной программе теперь вот еще и кроссфит и силовая подготовка сегодня планирую такую емкую тренировку достаточно то есть сейчас на дорожке можно было конечно по стадиону но я на дорожке пробегу сейчас и пятерку, ну сначала полностью разминка потом пробегу пятерку в режиме так 10-12 километров в час потом значит у меня будет несколько, то есть округовая тренировка кроссфит где-то в районе получаса 40 минут и потом у меня будет прокачка плеч сегодня прокачка плеч и пресса то есть объемная тренировка да кстати многие говорят нафига такая блин объемная тренировка в основном вопросы задают ребят которые смотрят на мои фотографии где я ну не позирую как это культурист я это не умею делать правильно позировать но где демонстрируется моя физическая форма мышечная а зачем? потому что так потеряешь массу вопрос в том что просто надо понимать что для меня масса мышечная не является критерием вообще никаким совершенно ну является но не главным то есть моя задача не потерять мышечную массу та которая есть все время работая над снижением количества жира в организме ну типа прослойки жировой но не меньше какого-то предела который позволяет существовать вполне себе комфортно то есть для подиума никто не тренирует для подиума я не тренируюсь понимаете идею да? для меня главная задача это боевые искусства силовая и скоростная и выносливость поэтому важна там больше и поэтому тренировки мне на самом деле больше нужны объемные которые значит развивают мой функционал выносливость и так далее а все эти дефиниции сепарации и так далее это дело второе уже не самое совершенно главное вот это надо понимать поэтому вопросы по поводу там о потере вернее не потере а не наращивание большой мышечной массы меня абсолютно не заботит для меня это дело двадцать пятое и вообще никакое по сути вот не потерять мышечную массу это да это правильная задача но это делается уже больше диетой правильным режимом дня режиме питания ну вот ребят заодно я провел сейчас фактически свой эфир в рамках проекта корректура в том числе всех благ ловите меня в эфире в основном я пытаюсь выходить в эфир с темой корректура каждый день практически в интервале с восьми часов утра до пол девятого я выхожу в эфир стараюсь выйти в эфир скажу сразу не каждый день это бывает но стараюсь вот все всем пока всем до встречи